Зай, миссия тестовой сети. Команда получила много отзывов после выпуска нашей таблицы результатов первого акта после апелляции. Мы поговорили с участниками и определили причину этих опасений, расхождений. В этом посте будет рассказано об исходном процессе, о том, что произошло, и о том, как Зай будет изменять процесс отправки миссий в тестовой сети в будущем. Первоначальные материалы, процесс апелляции, у Зай есть всегда открытая форма отправки миссий, которая собирает заявки для всех актов. Требуются письменные ответы на вопрос какая миссия. Участники отправили свои задачи в форму отправки миссии и были оценены командой. В конце акта 1 команда Зай выпустила табло действительных заявок на миссии. Команда Зай открыла форму апелляции акта 1 для получения апелляции от сообщества. Что случилось? Многие участники заполнили форму подачи миссии вместо форм апелляции или не подали апелляцию. Представления миссии не были разделены актом. В настоящее время для актов 1, 3 вместе взятых у нас около 70 тысяч представлений. Многие из этих представлений не имеют никакой информации об их действиях. Открытое письмо миссия выполнено. Поле привели к большому количеству нестандартных или пустых ответов. Это сделало трудным, невозможным сортировку и оценку этих материалов. Форма отправки миссии слишком раздута и запутана. Новый процесс отправки тестовой сети. Для всех участников, чьи оценки отсутствуют, неверны в этой таблице результатов акта 1, мы создали окончательную форму апелляции, чтобы исправить любую ошибку. В нашей подсчете очков, форма связана ниже. Все миссии акта 2 и акта 3 необходимо будет отправить повторно. Наши новые формы позволят нам сортировать ответы по миссии. Мы создали отдельные формы для отправки миссии акта 2 и акта 3, ссылки на которые приведены ниже. Зай опубликует историю наших ответов, чтобы участники могли искать и ссылаться на свои предыдущие задания. Все поля будут применены. Больше никаких пустых ответов. О новых бланках какая миссия? Будет множественный выбор. Выберите один, вместо открытого письма. Это поможет нашей команде правильно сортировать и обрабатывать заявки по миссиям. Спасибо за внимание. Подробную информацию можно узнать в описании.